Врачи Хабаровского края готовятся к очередной волне коронавируса. Рост числа инфицированных наблюдается практически во всех регионах России, а также в Европе, да и в целом по миру. Это ожидаемая картина. Медики края и страны заранее разработали план действий в нынешней ситуации. Подробности далее. Заканчивается сезон отпусков. Люди возвращаются домой с морей, в том числе и за границей, и привозят с собой новую версию коронавирусной инфекции. В условиях пандемии страна и мир живут уже третий год. Защищались с помощью антисептиков, масок и прививок. Однако у большинства жителей Хабаровского края заканчивается срок действия вакцинации. Пора уже задуматься, пойти, пока мы здоровы, сделать прививку, потому что следующая у нас вакцинация нас ждет в сентябре-октябре от гриппа. И это нужно делать, потому что пока мы не сформируем свою большую прослойку, мы будем болеть. А так мы видим, что нам хорошая наша прослойка, которая сформирована была в конце этого года и в начале этого года, позволила спокойно жить и даже снять какие-то ограничения. Для оперативного выявления коронавируса медучреждения края, в том числе и в отдаленных районах, оснащаются высокоточной техникой. Это новые флюорографы, компьютерные томографы. Например, в этом году это оборудование появилось в больницах Бекина и Троицкого. В Вяземском появились рентгенаппарат, а также крайне нужный маммограф. В Гурчумиканском районе, в Чумикане у нас приобретено два рентгенаппарата. Один стационарный, один передвижной. На этот год первоначально заложено порядка 450 миллионов. Но сейчас есть удорожание некоторой техники. По некоторой технике мы отмечаем падение стоимости на аукционах. Это такой текущий процесс. Конечно же, должно быть закуплено 257 единиц техники. Но мы делаем все возможное, чтобы осуществить поставленную задачу. Это итоги первого полугодия регионального проекта федеральной программы «Модернизация первичного звена в здравоохранении». Его цель – сделать доступную медицинскую помощь даже в самых отдаленных районах Хабаровского края. Обеспечение больниц обсуждалось на заседании общественного совета при Министерстве здравоохранения Хабаровского края. Четыре основных направления – капитальный ремонт, поставка медицинского оборудования, приобретение автомобильного транспорта, строительство и реконструкция медицинских объектов. По направлению капитальный ремонт у нас запланировано в этом году 29 объектов, что составит 434 миллионов рублей. В этом году новые ФАПы планируются открыть, например, в селе Константиновка Хабаровского района и в селе Шереметьево Вяземского района. Также медицинские учреждения края для своей оперативности уже получили 13 автомобилей «Лада Нива» и еще 13 «Лад Приор» должны прийти в октябре. Надежда Выходцева, Марина Рыжко, Юрий Ермаков. Смотри Хабаровск.